Вопрос ещё здесь, вопрос такой. Богослов тот, кто молится. И вот что говорят святые отцы по поводу молитвы? Спасибо очень большое за этот вопрос, потому что хочу вам сказать, что нет религии, если нет молитвы. Где нет религии? В человеке. Нет. Это самообман. Я могу ходить в церковь, я могу выстаивать часами, многими часами там, могу принимать таинства, но если действительно я не молюсь, во мне религии, то есть связи с Богом, нет. Что такое молитва? Мне кажется, великолепно сказал ваш святитель Игнатий Вринчанином. Молитва без внимания – не молитва. она мертва, она безрассудная, душевредная, обратите внимание, душевредная, оскорбительная для Бога, пустословие. Поэтому он говорит, надо начать, начать – это кому он пишет? Христианам. Надо начать учиться молиться. Мы не молимся, оказывается. Мы читаем молитвы, мы слышим, кажется, молитвы, поём молитвы. А кто молится? Надо начать учиться молиться, говорит он. и предлагает, предлагает, говорит, освященное тысячелетним, двухтысячелетним опытом христианства. Краткая есть молитва, на которой я ещё могу сохранить своё внимание. Молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Надо начать вот с этих кратких хотя бы молитв упражнять свой ум, который у нас абсолютно рассеян. При этом нужно произносить, как он говорит, неспешно с вниманием каждому слову. И это нужно, он подчёркивает, начать учиться молиться. Потому что, к великому сожалению, кстати, одной из причин того, что идёт деградация христианства, что христиане перестали молиться. Вычитывая молитвы, какой ужас! Само богослужение можно превратить опять в эту форму. Святитель Феофан Затворник так и пишет, если вы сами не молитесь, что вы спрашиваете священникам, они, и вот, простите меня, так даже выражается, протрещат молитвы. Так же и обеднюю, так же и утреннюю. Протрещат, и всё. И останется человек без молитвы. О, как можно! Протрещать всё можно! И он призывает святителя Игнатия, нужно начать учиться молиться. Вот какие вещи. Так что спасибо вам за этот вопрос. Это действительно очень важно. Очень важно, я вам скажу. Мы себя обкрадываем полностью. Полностью обкрадываем. Вы представьте себе, только посчитать бы, сколько часов мы по духовной школе проводим, проводим за молитвы, так называемые молитвы, в храме, здесь вечерние, утренние, и так далее. Сколько часов! И как проводим в пустую! Ужас какой! Во что превращаем свою жизнь! Поэтому ещё раз напоминаю вам вашего питерского святого наставника молитвы. Молитвы. Надо начать учиться молиться. И предлагает именно вот эту молитву Иисусу, которую ещё мы можем, ещё можем сохранить внимание. Как только молитва подлиннее, всё уже, Богородица делала радость и уже улетел. Только не с Богородицей. Вот так. А уж отче наше говорить нечего. Где что-то прочитать её целиком с вниманием. Это ж немыслимо даже. Учиться надо начать.